Солнечным утром в пятницу на улицах Львова вдруг повеяло цветущие акации и море. Наверное, ароматы города у моря в город Угор привезла с собой одесская делегация. Первым делом одесситов пригласили отведать по чашечке ароматного львовского кофе. В этот день все разговоры только о взаимном сотрудничестве, обмене туристами и перспективах развития добрососедских отношений. Но это уже на официальной презентации Одессы во Львове, которая прошла в городской ратуше. Не все знают, что в Одессу можно приезжать не только летом. В Одессу можно приезжать круглый год. В Одессу можно приезжать на уикенды, на праздники. Не все знают, что Одесса это город ста фестивалей. Мне кажется, первое сейчас, что нужно сделать, это очень быстро протолкнуть создание рейса Одесса-Львов-Львов-Одесса. Нам нужно быть еще ближе друг к другу, и нам нужно сделать вот это расстояние совсем маленьким, уложить его в полтора часа. Затем главы городов обменялись символическими подарками, причем заподаренные Одесситами. Часы Андрей Садовый, мэр Львова, решил все-таки рассчитаться. Примета такая. Это сразу деньгами. Это натуральные деньги. Это монета, как выпустил Национальный банк Украины до 750-летия Львова. И мы навзаим сразу разрыхали. Спасибо большое. Знаете, что когда дают годинники или ножи, нужно сразу давать металличную монету. Именная форма черноморца для пана Андрея и памятное фото, тоже на футбольную тематику, пополнила коллекцию одесских подарков. И это фотография обладателей золотого мяча. Здесь все лучшие враги Европы. Вот наши Грибиланы, Платини и все остальные. Одесса получила сувенирную газовую лампу. 155 лет назад такой же светильник был изобретен во Львове. А в это время за окном кабинета мэра уже было слышно, как готовится к официальному открытию Дней Одессы во Львове на старинной площади рынок Одесский муниципальный духовой оркестр. Я очень хочу, чтобы как можно больше одесситов побывали во Львове. Я очень хочу, чтобы много львовян приезжали к нам. Тогда мы будем лучше друг друга понимать. Тогда нам будет жить интереснее. Тогда, я думаю, быстрее будет процветать наша любимая страна. Я колись, еще ранее, киринство Одессы пропонувал, в годах 5 лет назад, говорю, давайте будем спольно працювати. На что мне членники Одессы говорили, ну, вы понимаете, у нас всегда было змагание, что это нужно. И я, насправді, очень утисленный, что пан Костусев это понимал, в позитивном плане, что разом мы сможем очень хорошо працювать для користи нашей страны. Оркестр играл гимн Одессы из оперетты «Белая акация». И под звук этой мелодии главы городов отправились во Львовский парк, где высадили «Белую акацию». Еще один одесский подарок и символ нашего города. Затем экскурсия по львовским улицам, музеям, визит в львовскую оперу и живое общение с львовянами. Вчера с Одессы? Бачите? Все ездят, только вчера с Одессы кажут. Особый интерес у мэра Одессы Алексея Костусева вызвал туристический информационный центр во Львове. Такой же в скором времени планируют открывать и в Одессе. Прошу, пятница, суббота, неделя. Тут у нас есть перелик, что отбывается среди концертов, вистав, театров и также выставки в галереях в центре города на каждый день. Тут у нас пятница, суббота и неделя. Очень хорошо. Во Львове Одесса показала себя не только туристическим городом, но и спортивным. Матч между львовянами и одесситами стал по-настоящему ярким событием. Капитан одесской команды, которая состояла из депутатов и ветеранов черноморца, мэр Одессы Алексей Костусев. Насколько я знаю, никогда еще не играли мы со Львовом вот в такой футбол. Встречались, конечно, в свое время черноморец и Карпаты, встречалась с Каодессой и Карпатой, но такие команды еще никогда не играли. Звезда европейского футбола Игорь Биланов в эти дни тоже во Львове в составе одесской делегации. Впечатлений от поездки у него много, и все они только положительные. Золотой мяч Биланова также побывал во Львове и стал объектом пристального внимания. По мнению Игоря Ивановича, этот мяч – символ того, что всего можно добиться самостоятельно. Однако выйти на поле в этот день он не смог, из-за недавно полученной травмы. Каким же мальчишкой бегал во дворе и мечтал, чтобы чего-то добиться в жизни. Я думаю, это очень важно. Опа, уже забили, да? Да. Видите, как хорошо. Ну, я думаю, что будет все хорошо, будет нормально все. Здесь не важно выиграть, здесь важно пообщаться и получить удовольствие ребятам. Товарищеский матч закончился со счетом 2-1 в пользу Одессы. Однако, по мнению одесской делегации, это не главное. Главное то, что между нашими такими разными городами постепенно налаживаются дружеские отношения. Дарья Мостовая, Алексей Очиповский, телекомпания АТВ. Оставляем.